как классно пахнет ребята о какой высокий высокий сосновый бор вкусно вкусно пахнет сегодня 3 октября 16 градусов тепла полтавский район и я сегодня в этом лесу такая вкусная природа ароматный ароматный воздух как в санатории дышим полной грудью ребята я нашла белый гриб вот такой дубок в качестве партнера выбран вот этим белым грибочком вот он красавчик вот он симпатяга октябрьский симпатяшка номер один и так дело остается за малым ходить вот в этом красивом лесу искать 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 ну что начало положено напарнику говорю на глаз на мыль чтобы намылил глаз на грибочки как знаете собачек натаскивают на поиски так вот мы тоже друг друга чтобы глаз привык потому что смотрите ну очень очень сливается шапочки шляпки грибов листья уже опадают и не так-то просто и увидеть на самом деле шляпки потому что под цвет опавшие листы я то подумала сначала что это ну а но как бы совсем непонятно да что это рыжики это перевернула это рыжики обалдеть причем два вместе такие растут такие классные посмотри ты видел вообще шикарно идем идем набрели вон на какое место стоянки поваленных то деревья здесь очень много сухих когда ветра начинаются и и очень много поваленных сухих деревьев из них сразу же люди стараются соорудить какие-то место стоянки не знаю это может быть и не место стоянки но что-то вот что-то здесь соорудили может следы какие-то есть чита кто-то здесь может быть наружку стал захотел сделать нет сейчас передохнем и дальше пойдем я пока что лисичек немножко нашла и зонтик нашла маленький сейчас покажу настоящий пёстрый зонтик сейчас корзиночку так чтобы она не упала в настоящий пёстрый зонт видите вот он он еще не раскрылся он очень вкусный я уже кушала такие их два вида есть краснеющий зонтик и пёстрый у пёстрого немножко толстая и длинная и такая вот прям пёстра пёстра вся в таких пёстрых пятнышках а у краснеющего зонта она нет она не длинная во первых и не такая толстая и вот немножечко лисичка нашла серовка не фокусируется о вот такие вот лисички осенние нашу того знает что это за грибы не знаю но так как и здесь очень много и их никто не взял значит делаю вывод то это грибы несъедобные ибо их здесь вон сколько вот вот их тут очень много эксперимент если мы сейчас срежем и там будет молочко вот как кружек оранжево здесь должно быть белое молочко то значит это грудь вот как у волну ушек всех таких подобных грибов иди сюда куда пошел то я же для тебя это дело смотри иди вот срезаем должно появится молочко ну да тоже смущает что дырки нету по идее должно быть или здесь немножко другие грузди или может быть я уже забыла что такое груди но я помню что на всех груздях на желтых на черных у них молочком личный вот этот сок выделяется сразу же как на волнушка есть ничего не выделяется ну давай еще попробуем в разрезе в разрезе ну ка тоже ничего не выделяется видишь такой же такой же вот такие же я бы подумала что это грузди ну молочка то нету млечного сока нет и не выделяет может и другие какие-то грузди не знаю ну что подходить если такой же точно гриб тогда я не знаю если бы это было грузди этому люди бы их собирали потому что на засолку это вообще ну груди ну пахнет грибом ну видишь ну да ну это не грусть потому что здесь внутри должна быть вот такая вот дырка у груздя она тоже есть как у волнушки вот такая вот то есть полая ножка внутри должна быть пустота и на среде должен быть млечный сок его здесь нет нету не выделяет этот гриб личного сока поэтому проходим мимо идем дальше блин ну вид вообще шикарный у этого места не знаю мне такой восторг такой вот прям непередаваемый просто вот я вам запишу а вы смотрите тоже красота сам догадайся размер посмотри какой он маленький он еще очень маленький он только-только вы скажем так взялся расти а этот рядом который он уже ну года три наверно трех годовал это и пять лет ему а этот может быть год ему всего может быть и сорт другой красивый красивый мой какой лес сегодня ребята 16 градусов тепла ну по ощущениям все 20 3 октября 2021 год ой красота идем дальше да ты бы его тоже замутил просто я тару там ниже вот этот настоящий острый видите какие чешуйки у него вот как бархатка такой да такой прям платьишко от кутюр и вот такая вот толстая длинная ножка ну ножка сантиметров 20 это точно точно это вот классический зонтик острый очень вкусный конечно же я вот сейчас себе тоже заберу так вот видите видите у него это самое такое корневище вот длинная ножка и нож кого какая тоже пестра и шляпка пестра так что ну ножку как правило не едят ножку я сразу его срежу и уже вот она колечко которая тоже бархатная и выжимал в корзиночку идем дальше ведь какой лес то красивый ой 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 есть до самый классический вот еще один нашли вот он он же длинный он немножко толстая там должна быть красота ребята сейчас я его срежу потом сфотографирую не сначала сфотографирую но я не знаю мы шли-шли по каким-то дебрям пробирались вышли вот на такую базу отдыха называется родник она достраивается строится баня есть уже несколько номеров 1000 гривен за сутки бани пока нет но она строится есть водоем где ловится как нам сказали щука лещ то есть можно приехать даже если домики не снимать то можно просто половить рыбу вот такое место мы сейчас нашли ехали-то за белыми ну как-то вот не задалось нам он там видишь подход к водоему решили подойти к водоему посмотреть вот он водоем мой какая красота лишь как красиво да как мы давно не были на водоеме слушай я аж по рыбалке соскучилась ну давай там есть местечко можно умыться смотрю какая удача классика вот натурально я даже вовсе чуть мимо не прошла буквально ну прошла бы остановилась посмотреть на маленький гриб на этот вот на этот а глаза кверху подымай вот буквально вот 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 и тут она вот он царь грибов красавец-то какой да я сфотографирую и конечно же его сейчас себе заберу красотень то какая ребятки ой я так рада настоящий гигант беляк или боровик не знаю чем они отличаются не чем-то отличается не видит один ой какая красота видали просто красота картинка вот уже сфотографировала смотрите как красиво расположился польский гриб вот он красавчик вот он польский грибок во всей своей красе я думаю что это польский всяком случае он очень похож такой достаточно большой уже сейчас корзиночку пойдет вот и тут еще неподалеку также спрятался еще один польский а вот еще за завалены кто-то их уже кушал такой вот он уже большой вот он красивый вот один вот еще один а к нему еще прирос вон смотрите как вон обнимашечки такие красивенькие давайте полизать ко мне корзиночку белый вкусный зонтик если его пожарить ничего себе такой вообще зонтищи вот это парасолька моя рука смотрите ножка какая у него к толстя на я хочу такого зонтика себе у него юбочки чуть нету а юбочка была вот она юбочка была она просто приросла когда он стал большим она приросла в угол какой зонтик ну и ну вот это зонтищи переросток я сегодня зонтик в кляре буду делать ну вот и закончился сегодняшний поход ребята вот таким уловом вот посмотрите что сегодня мне удалось поймать буквально мы прошлись где-то часа полтора по лесу и вот такие прекрасные дары нам подарил этот замечательный лес а еще ребята 3 октября это день грибника я вас всех поздравляю с днем грибника это очень хорошее времяпрепровождение и наслаждение природой поэтому я вас всех поздравляю с праздником ну вот еще вот такие вот лисички мы насобирали маленький пакетик это будет дополнение к этому сегодняшнему урожаю если вам понравилась прогулка по этому лесу я буду очень очень рада давайте ребята всем удачи всем пока